Сегодня 21 января, международный день объятий. Вроде совсем недавно я нечто подобное уже рассказывал, но оказывается таких дней в году сразу несколько. Поэтому обниму сам себя, это сильная новость рубрика. Короче, поехали. Ни денег, ни секса. В Беларуси набирает популярность новый вид мошенничества. Злоумышленники регистрируют фейковую страницу в соцсетях от лица очень сочной девушки и предлагают интим услуги за деньги. Разумеется, за предоплату. Получив деньги, девушка исчезает или просит еще, типа на аренду квартиры или на такси. На такую удочку за последние три месяца клюнули как минимум 40 белорусов. Но я так думаю, что жертв могло быть и больше, поскольку не каждый готов говорить на такую пикантную тему. Ну а в Гомеле пройдет фримаркет, на котором можно будет обменяться ненужными вещами. Приносить можно одежду, разумеется, чистую, косметику с нормальным сроком годности, книги со всеми страницами, ну и прочее барахло, которое завалялось у вас дома. Приносить еще также можно и вещи для собак. Их волонтеры передадут куда нужно. Организаторы обещают выступления музыкантов, поэтов, картины покажут художники. Пройдет весь этот праздник 29 января по адресу проспект Октября, 29. Согласитесь, все мы прогуливали школу. Нет, маски зависели только от нашей фантазии. Но 14-летний пацан из Новополоцка, кажется, превзошел всех. Он вышел с подъезда, зашел в техническое помещение и порезал себя ножом, а родителям сказал, что на него напали. Я не спорю, может и действенный способ не идти в школу, но по мне слишком кровавый.